Это не набат, звучит в сквере Агу, хотя в каком-то смысле оповещают. Работы начались. Обещанный корпус, несмотря на противодействие крейведов, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, вероятно, построят. Что делается? Мы попытались узнать у студентов и работников корпуса на Димитрово, но... Ничего они не знают о том, что происходит у них под стенами корпуса. Придется спросить у тех, кто проводит работы. Вопрос, что за тип работы? Это инженерное изыскание проводится. Под будущее строительство, да? Ну, да. Но все вопросы к руководству института. Руководство университета не отвечает, ждет письменный запрос. Он и не нужен. Все на сайте госзакупок, будто на витрине. За инженерно-геодезические изыскания ВУЗ платит 470 тысяч рублями. Еще 370 тысяч за подготовку данных для будущего плана земельного участка. Как рассказал изданию Политсибру пресс-секретарь университета, по результатам геодезии, земля может оказаться и непригодной для строительства. Подождем. Подождите минуточку. Видите, мы работаем. Отойдите отсюда. Сейчас вроде чем-то. Кстати, что будет в случае падения, мы тоже предположили. Ведь страшен не столько корпус, сколько его строительство. И если вирус корона подточит экономику державы, а строительство к тому моменту уже начнут картину замороженной стройки в центре города, мы сможем наблюдать несколько лет. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.